Сохранение санитарного благополучия продовольственного сырья и продукции, а также обеспечение соблюдения санитарных норм в производственных процессах – одна из основных задач отдела ВЕЦАН-экспертизы Амурского референтного центра Россельхознадзора. Мы находимся в отделе ветеринарно-санитарной экспертизы. Здесь мы проводим исследования по микробиологическим и паразитологическим показателям пищевой продукции для церкви декларирования, при производственном контроле, а также по заявкам юридических и физических лиц. В области аккредитации отдела включены все показатели, нормированные по нормативно-правам документов по пищевой продукции, в возможностях отдела проводить бактериологические исследования кормов, кормовых добавок, исследования органических удобрений, почв по микробиологическим и паразитологическим показателям, а также мы проводим исследования производственных смывов при производственном контроле. Широкое распространение паразитарных болезней среди людей и животных способствует интенсивному обсеменению окружающей среды их возбудителями – яйцами аскорид, власоглавов, таксокар, цистами амеб, лямблей, балантидиев. Лабораторный санитарно-паразитологический контроль является основным, а часто единственным способом установить степень риска заражения людей возбудителями гельминтозов и кишечных простейших. По результатам лабораторных исследований можно оценить обсемененность окружающей среды возбудителями паразитов, риск новых заражений, и на основе этого планировать санитарные, противоэпидемические и профилактические мероприятия, а также контролировать их эффективность. В регионе популярна любительская охота и рыболовство, но многие охотники и рыбаки даже не догадываются о возможной опасности их трофеев. Одно из самых опасных паразитарных заболеваний – это трихинеллез. Остропротекающее паразитарное заболевание человека и млекопитающих животных встречается у домашних свиней, диких кабанов и других животных, употребляемых в пищу человека. Заразиться можно во время еды термически плохо обработанного свиного мяса, зараженного личинками трихинелл. Охотничьи промысловым хозяйством, а также охотникам-любителям, которые занимаются отстрелом диких животных, необходимо сдавать пробы мяса на ветеринарно-санитарную экспертизу перед употреблением или реализацией. Обязательному исследованию трихинеллез подлежат туши, полутуши, четвертины, свиней, диких кабанов, барсуков, медведей, плотоядных и всеядных животных. Для исследования на трихинеллез отбирают образцы ножек диафрагмы, межреберных мышц, шейных, поясничных, жевательных, мышц языка. Исследования на трихинеллез проводят микроскопическим, компрессорным и биохимическим методом переваривания в искусственном желудочном соке. Для приведения биохимического метода в колбу помещают измельченную мышечную массу с искусственным желудочным соком в соотношении 1 к 20. Затем в сосуд помещают термостат при температуре 39 градусов на 16-18 часов. За это время содержимое сосуда несколько раз тщательно перемешивают. По истечении полученный осадок просматривают под микроскопом. При обнаружении компрессорным методом или биохимическим при переваривании в искусственном желудочном соке хотя бы одной личинке трихинелл, независимо от ее жизнеспособности, образец можно считать непригодным по санитарно-гигиеническим нормам. Каждый человек должен знать, что в морской и речной рыбе могут быть паразиты, которые представляют определенную угрозу для здоровья людей. При вылове в промысловых масштабах проводятся необходимые исследования, поэтому риск для человека минимален. А простые рыбаки не проводят экспертиз, поэтому вероятность заражения различными паразитами достаточно высокая. В последнее время люди все чаще употребляют рыбу без необходимой температурной обработки, обосновывая это тем, что в таких блюдах сохраняется много полезных компонентов, минералов и витаминов. В этом случае нужно быть уверенным на 100%, что в рыбе нет паразитов. Это обезопасит вас от дальнейшего заражения. В нашем отделе работают высококвалифицированные специалисты с высшим ветеринарным образованием, постоянно повышающие свой профессиональный уровень в различных учреждениях страны. Доказывающие свою компетентность ежегодным участием в межлабораторных с лечительных испытаниях. В отделе возможно проведение исследований на паразитарную чистоту мяса, рыбы, нерыбных объектов и продукции из них. Они не займут много времени, ведь безопасный, на первый взгляд, продукт может принести вред. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова